Здравствуйте! Время новостей на телеканале Заречный. Корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Светлана Демина, познакомим вас с главными событиями городской жизни. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. Городская администрация предлагает ее начинающим предпринимателям на конкурсной основе. Администрация принимает заявки от всех желающих предпринимателей, которые зарегистрированы до одного года, на выдачу подобного гранта. Подарок к юбилею закрытого города. Идет обсуждение идеи о создании памятника пропуску. А почему нет? У нас весь город на пропусках. Поэтому я считаю, даже очень хорошая идея. То победа, то поражение. Зареченские баскетболисты о своих успехах и неудачах в чемпионате и о планах. Следующий матч у нас состоится 23-го числа. Готовимся к этой игре с полной ответственностью. Выигрывать необходимо. Теперь подробнее об этом и многом другом. 300 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса могут получить начинающие предприниматели. Администрация Заречного объявила очередной конкурс. Наиболее интересные идеи будут поддержаны грантами. Пять предпринимателей в этом году уже получили финансовую помощь. Их бизнес-проекты выбрали из более десятка претендентов. Конкурс продолжается, а обладатели грантов делятся своим опытом. Роман Ефремов уже более 10 лет занимается декором интерьеров. Чтобы в совершенстве овладеть ремеслом, он получил три высших образования. Учился в Пензе, Тольятти и Москве. В столице и начал свою карьеру. Но через 10 лет решил вернуться в родное Заречное и открыть собственное дело. Помещение для художественной мастерской он присмотрел в Пензе и начал работать. Кому-то нужно что-то покрасить, перекрасить. Кому-то нужен стул. От бабушки даже у нас есть пример. Принесли стул, который нужно перекрасить, перетянуть. Как память осталась, нужно сохранить прежний вид. Собственных денег, накупленных на открытие дела, на первом этапе хватило. Дальше потребовались дополнительные вложения в бизнес. Поддержку он получил в администрации города. Администрация принимает заявки от всех желающих предпринимателей, которые зарегистрированы до одного года, на выдачу гранта. Роман обращался за подобной помощью дважды и всегда находил поддержку. Обращался в администрацию в том году по поводу субсидий на багетную мастерскую, в чем мне не было отказано. И вот на данный момент сейчас мы работаем. И в этом году я обратился по поводу гранта на оборудование для изготовления мебели. В мастерской Романа трудится три человека. В будущем году он планирует принять на работу еще семь специалистов. Грант на развитие бизнеса, полученный от администрации, он планирует потратить на приобретение оборудования для изготовления эксклюзивной мебели. Получить материальную помощь в размере 300 тысяч рублей могут все начинающие предприниматели. Для того, чтобы получить грант, необходимо подготовить комплект документов, основным из которых является бизнес-план. Весь комплект документов, необходимый для получения гранта, размещен на сайте администрации. В этом году гранты на развитие бизнеса получили пока пять зареченских предпринимателей. Их бизнес-проекты прошли конкурсный отбор на специальные комиссии. Наталья Елистратова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный». Корректировка бюджета «Заречного», изменения, касающиеся налога на имущество физических лиц. Эти и другие важные вопросы депутаты городского собрания представителей рассмотрят на ближайшей сессии. Обсуждение состоится в эту пятницу. Какое решение народные избранники вынесут по самым актуальным для зареченцев вопросам, мы обязательно расскажем в программе «Новости Заречного». Будьте с нами. Новые контейнерные площадки для селективного сбора отходов оборудованы вблизи трех школ и в пяти дворах Заречного. Около образовательных учреждений установили по три контейнера. Для твердых бытовых отходов бумаги и стекла. В городских дворах по четыре. Здесь еще есть титара под пластик. Впервые в этом году контейнеры заглубленного типа установили в районе многоэтажных домов, например, на проезде Димакова. Для жильцов высоток это новшество, и пока не все приняли новый порядок утилизации бытовых отходов. Вообще городу нужны. Но в нашем дворе, я думаю, что нет. У нас же есть мусорпроводы. То есть, думаете, если есть мусорпровод, никто не будет носить? Никто не будет. Никто не будет отдельно носить. Тут такой высокий дом. Там следующий тоже. Кто же сюда их принесет мусор? Тут же есть мусорпроводы. По-моему, я даже не поняла вообще, зачем они здесь. А сами мусор выбрасываете? Сортируете? Ну, сейчас, да, ставлю, конечно. Конечно, уж как требуется. Раз требуют, да. Раз требуют, значит, будем идти навстречу. Раз так просят. Мусор у нас есть, мусорпровод мы относим. Туда и носим мы все время. Готовы носить мусор вот в эти вот контейнерные плащицы? Так кто ее знает, может, готовы будем. А может быть и нету. Видно там, как будет. Специалисты управления природными ресурсами уверены, что в процессе эксплуатации все больше жителей многоэтажек будут сортировать бытовые отходы. От правильной утилизации в конечном итоге зависит экологическая обстановка в городе. Мы сейчас не говорим о том, что мы закрываем мусоропроводы и все люди должны будут выносить свои отходы только на контейнерные площадки. Предоставлена альтернатива. Мы вспоминаем, опять-таки, 2010 год, когда было жаркое лето и горел полигон, это была чемодановка. Мы путем расширения и участия наших жителей в программе селективный метод сбора отходов мы, конечно же, сокращаем количество отходов, вывозимых на полигон ТБО. Это имеется в виду и пластик, и макулатура, и, опять же, стекло. Оборудовать площадки с контейнерами заглубленного типа продолжат и в следующем году. Места установки емкости для селективного сбора отходов определены. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И к новостям культуры. Образцовый хореографический ансамбль «Родничок» вновь в числе победителей международного конкурса. На фестивале «Тамбовская пчелка» участницы коллектива одержали победу сразу в двух номинациях. Состязаться было нелегко. Много соперников, сильные коллективы, новые правила судейства. Об этих и других особенностях конкурса юные балерины рассказали Ксении Тризне. Также легко и грациозно они скользили по сцене в «Тамбове». Юные балерины из ансамбля «Родничок» очаровали строго международные жюри и вернулись в «Заречный» с победой. Для девушек этот конкурс стал очередным испытанием, проверкой своих возможностей. Много эмоций, много нового узнаешь для себя и проверяешь свои силы. И танцовщицам было с кем посоперничать. В «Тамбов» съехались участники из 38 городов и регионов России. «Родничок» представил три номера. Два классических танца и один в стиле модерн. Каждый – плод творческих усилий и долгих тщательных репетиций. Каждый остался в сердцах девушек. У нас не бывает такое, этот номер нравится больше, чем этот. Такого нет. Каждый номер интересен по-своему. Ксения выходила на сцену не только вместе со своими подругами. Она выступила и с сольной программой. Причем состязалась девушка со взрослыми участниками и заняла второе место. С детства мы просто все время в этой группе, в этом коллективе танцуем. И как-то непривычно стоять на сцене и понимать, что рядом нет больше никого. Но приятно одной на сцене все равно выступать. За оба коллективных выступления жюри присудило «Родничку» первое место. В следующем году девушки планируют поучаствовать в еще одном международном конкурсе. Ксения Тризна, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Международное признание получили и юные зареченские актеры. Воспитанников театральной студии «Орликин» отметили на 16-м фестивале камерных спектаклей по произведениям Федора Достоевского. «Орликиновцы» были единственными любителями среди профессиональных коллективов из Сербии, Германии и России. По мнению руководителя студии Натальи Кучишкиной, одно участие в фестивале уже большой успех. Наши артисты представили на суть жюри спектакль «Наказание без преступления» по мотивам произведения русского классика. На фестивале зареченцы были отмечены как молодые дарования. В Заречном может появиться памятник пропуску. В ходе подготовки к юбилею города такую идею высказали в Клубе стратегического развития. Задумка, надо сказать, оригинальная, незаурядная. Наша съемочная группа встретилась с теми, кто предложил увековечить в камне документ для входа в закрытый город. Идея создания памятника пропуску родилась в Клубе стратегического развития Заречного. Этот документ для входа в город есть у каждого его жителя. И в какой-то степени его можно считать символом Заречного. Идея создания арт-объекта в городе Заречном, которая позволит подчеркнуть уникальность нашего города, в Клубе стратегического развития обсуждается уже достаточно давно. Появилась поддержка администрации. И что это будет, где это будет, мы, я думаю, скоро увидим на улицах нашего города. Воплощать задумку в реальность поручили пензенскому скульптору Валерию Кузнецову, от которого ждут неожиданных и креативных решений. Он сам не Зареченец, и это, наверное, даже хорошо. Вот эта новизна восприятия города, она наверняка отразится в его произведении. Как будет выглядеть это произведение искусства, предположить пока сложно. Сама же идея создания памятника пропуску хоть и удивляет жителей, но у большинства находят одобрение. Может быть, и нужен. Как вы представляете, как бы он выглядел? Даже не знаю, как он может выглядеть. Я считаю, что нет. Нет? Ну, а чего он такого достиг? Памятник пропуска? Я считаю, что не надо. А почему нет? У нас весь город на пропусках. Поэтому я считаю, прям даже очень хорошая идея. А как вы представляете, он должен выглядеть? Ну, я думаю, надо конкурс объявить. Вот вам таким молодым, задорным, вот и дорогу вперед. И не одного человека спрашивать, а просить всех наших жителей. И пусть они поддержат эту идею. Я за. Интригу вокруг монумента планируется сохранить вплоть до его торжественного открытия. Вопрос о месте расположения памятника обсуждается. Либо вот около налоговой, на пересечении, как я уже сказал, Ленина и строителей, либо около кинотеатра на площади, ну, либо по диагонали через дорогу на другом уголке, также на пересечении 30-летия и Ленина. Памятник пропуску – еще один шаг на пути к созданию собственного неповторимого образа нашего города. Картину дня дополнят новости спорта. Череда побед зареченских баскетболистов прервалась поражением. После успешного матча с саранским «Русконом» наш «Союз» обыграл на выезде ростовского «Атамана». А вот встреча с Рязанью оказалась неудачной. Подробности выездной серии далее. Победа в домашней игре с командой «Саранска» придала нашим баскетболистам уверенности в своих силах. Следующую встречу на выезде с «Атаманом» в Ростове-на-Дону ребята провели блестяще. Соперник достаточно сильный по именам и сильный тренер. Но, зная, что там какие-то есть в небаскетбольные проблемы, не было главного тренера на игре, может быть, они не были до конца готовы, может быть, переоценили свои силы. Та игра складывалась непросто. Первую половину лидировали хозяева площадки. Однако к третьей четверти зареченцы собрались. Сначала сравняли счет, а затем и вырвались вперед. «Атаман» отдавать победу просто так не хотел. Началась настоящая игра в догонялке. Лидировали то одни, то другие. За четыре секунды до конца впереди был «Атаман». Но зареченцы проявили характер и сравняли счет – 83-83. В овертайме борьба продолжилась. «Союз» вырвался вперед, и догнать гостей ростовчане уже не смогли. Зареченцы одержали победу со счетом 102-97. «Было для них первое поражение. Команда, если честно сказать, и по составу, посильнее и по бюджету. Все было построено на быструю контратаку. Что мы смогли сделать и убежать. Но особенно хочется отметить Сашу Пушкина и Чуденовских, Сергея, которые практически попали все, что смогли. И в овертайме мы не промазали ни одного страхного». Первая победа на выезде, да еще и над лидером чемпионата, зареченцев буквально окрылило. В следующем выездном матче с Рязанью также рассчитывали на успех. Однако игра как-то не задалась. «Поспешные атаки, много потерь, ну и не забито много своих мячей». «Единственный недостаток в нашей команде – то, что мы не смогли попасть в штрафные броски. По уровню игры, по подборам, по проценту попадания было все ровно. Из 21 штрафного броска мы забили только 11. 10 промахов и проиграли 6 очков». 85-79 в пользу Рязани. «Зареченский союз» пока находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. Правда, в начале сезона судить о чем-либо рано, а прогнозы – вообще дело неблагодарное. «В нашей лиге сейчас вообще нет каких-то команд, наголу превосходящих других. Со всеми можно играть, бороться и выигрывать». «У нас, в принципе, неплохой коллектив подобрался, достаточно боеспособный, который может бороться с командами первой пятерки». «Зареченцам нужно еще сыграться, отработать тактику. Сейчас ребята тренируются, готовятся к следующей игре. Через две недели «Союз» встретится с баскетболистами из Саратова. Болельщикам наши спортсмены обещают красивую игру». «Следующий матч у нас состоится 23-го числа. Принимаем команду «Автодор», разбираем все их комбинации, готовимся к этой игре с полной ответственностью. Выигрывать необходимо». А зареченские хоккеисты вступили в борьбу за победу в чемпионате города. В соревнованиях участвуют два дивизиона – «Лидер» и «Любитель». В составе лидера пять команд, среди любителей – на одну побольше. Первая игра чемпионата состоялась накануне. Сергей Пруцкий с подробностями. Первая игра чемпионата города по хоккей и шайбе любительской хоккейной лиги. На ледовой арене серебряные призеры прошлогоднего сезона «Заречные бобры» и команда «Спортзона». Поначалу выделить лидера трудно, но уже к пятой минуте, сразу после вбрасывания, бобрам удается пробить защиту соперника. 1-0. Практически сразу «Спортзона» идет в наступление. Стремительная атака застает защиту бобров врасплох, что позволяет соперникам сравнять счет. В течение следующих шести минут нападающий бобров прессингует противника. Удачный перехват шайбы и 2-1. С таким же счетом и завершается первый период. Во втором игровом отрезке команда продолжает борьбу за шайбу. Все атаки соперников заканчиваются сейвами голкиперов. Не исправили ситуацию и булиты. Счет остался неизменным. За время третьего периода бобрам удается увеличить разрыв на одну шайбу. «Спортзона» ничем не отвечает. Со счетом 3-1 победу в матче одерживает команда «Заречные бобры». Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». И приятная новость для наших зрителей и слушателей. Новый сезон телерадиокомпания «Заречный» начинает громко, с музыкой, с любимой всеми дискотеки. В этом году она состоится 23 ноября. Пока сохраним интригу. Подробнее о том, что вас ожидает в Центре здоровья и досуга, расскажем ближе к следующей пятнице. Следите за новостями «Заречного». А билеты можете покупать уже сейчас у нас в телерадиокомпании или в Доме молодежи. А на сегодня это все. Впереди вас ожидает коммерческая информация и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До встречи на родном канале «Заречный». Суставы – это идеальные природные шарниры по прочности и долговечности, превосходящие все искусственные механические приспособления. Но и у них есть свой срок эксплуатации. При хронических заболеваниях суставов цель лечения – не только снять воспаление, отек и боль, но и оказать восстанавливающее действие на хрящ. Достигнуть этой цели может помочь комплексное лечение, в котором основное место, как правило, занимает магнитотерапия. Достойным представителем магнитотерапии является аппарат Елатомского приборного завода «Алмак». Применение магнитотерапии в лице аппарата «Алмак-01» может поспособствовать снятию боли и восстановлению обменных процессов суставов. На одной из выставок Елатомского приборного завода побывала народная артистка России Валентина Илларионовна Толызина. У меня есть приятельница Нина. И когда я пожаловала, что у меня болезнь спина, она сказала, Валентина Илларионовна, у моей соседки есть такой аппарат «Алмак». Приобретайте приборы торговой марки «Еломет» на заводской выставке продаж в Заречном 14 и 15 ноября в аптеке «Центральная» на проспекте 30-летия Победы, дом 15А. Новейшее высокоточное оборудование. Надежное программное обеспечение. Высококвалифицированные кадры. Все это залог успеха пластиковых окон компании «Римстрой». С компанией «Римстрой». Курс валют в банке «Восточный экспресс». Американский доллар. Покупка – 31 рубль 15 копеек. Продажа – 32 рубля 15 копеек. Евро. Покупка – 39 рублей 74 копейки. Продажа – 40 рублей 94 копейки. Банк «Российский капитал» предлагает вам кредит надежный. От 15,9% годовых. Ждем вас по адресу. Город Заречный. Улица Заречная, 1. У меня идеальная работа. Работает, когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываюсь. Такси «Гост» приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график. Работа без рации и без отчета. Телефон 65 65 65. Мечта, а не работа. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатом» и оперативные репортажи. Каждую неделю в программе «Страна Росатом». С 5 по 26 ноября в музейно-выставочном центре состоится выставка «Обезьян, попугаев, рептилий». Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Справки по телефону 60 73 48. Ждем вас на традиционной дискотеке телерадиокомпания «Заречный. Новый сезон». Лучшие хиты 80-х и 90-х, лица друзей, атмосфера беспечной молодости. Что еще надо, чтобы приятно провести пятничный вечер? Мы ждем вас 23 ноября в 20 часов в Доме молодежи. Билеты уже в продаже.